И хорошими охотниками Якутия может похвастаться. И свои навыки они успешно применяли на фронтах Великой Отечественной войны. Сибирская полночь. Так солдаты фашистской Германии прозвали Ивана Кульбертинова. И было за что. На фронт его призвали в феврале 42-го года. А в 43-м он открыл свою снайперскую статистику. И за время боев Кульбертинов уничтожил 489 немецких солдат и офицеров. Обучил снайперскому делу 35 советских бойцов. Также он попал в пятерку самых результативных снайперов Великой Отечественной войны. Однако звездой Героя Советского Союза он так и не был награжден. Хотя к награде его представляли дважды. Ну а на этой неделе якутияне отметили столетие со дня рождения Ивана Кульбертинова. Более того, в Якутске планируют увековечить имя Героя монументом. И сейчас по всей республике проходит сбор средств. Подробнее о легендарном снайпере и будущем памятнике ему расскажет Сергалана Федорова. Старший сержант гвардии, вдающийся снайпер, прозванный фашистами сибирской полночью, наводил ужас на врагов. На его счету 487 фашистских солдат и офицеров. Подвиг Ивана Кульбертинова якутияне хотят увековечить памятником. Эстафета под девизом «Всё для народного героя» стартовала 27 октября. Сбор средств на строительство памятника Ивану Кульбертинову начали с телемарафона концерта, где в течение трёх часов собрали 191 тысячу рублей. Ориентировочная стоимость трёхметрового памятника – 7,5 миллиона рублей. Есть предложение, что снайпер наш будет в присед с ружьём, есть предложение в полный рост, есть предложение разные. Значит, что во время войны немцы на своих позициях, предупреждая своих офицеров о нахождении на той стороне Кульбертинова, писали дощечки «Ахтон Кульберт». Возможно, с этой табличкой, на которую он наступил ногами, его и называли «Сибирская сова». Прошёл республиканский конкурс эскиза памятника Кульбертинова. Семь скульпторов предложили 10 вариантов будущего монумента. Победителем конкурса эскизов стала творческая группа знаменитого скульптора Сергея Лукина. Итоговый вариант памятника обсудят с родными снайпера. Памятник предлагают установить на одной из улиц в автодорожном районе столицы. Второй вариант – сборный пункт «Маяк». И третий вариант – возле спортивного комплекса «Дохсун». И новый тир в городском парке отдыха хотят назвать именем героя. Там же планируют построить аллею, если памятник установят в городском парке. Посадочный материал будут выделять наши лесхозы, лесничество. И думаю, что он будет прекрасно выглядеть и обсажен прекрасными породами древесно-кустарниковых ресурсов. Имя прославленного снайпера присвоено родной Тянской школе. Улицы в городе Алёкминск. Там же ему установлены памятники. Ассоциация венков республики предложила назвать именем героя Великой Отечественной войны. Ивана Кульбертинова – одну из улиц в автодорожном районе Якутска. Это большая улица, 2 километра 200 метров. Это почти проспект. Отсюда идет в сторону досковат. Это большая улица. Здесь будут высоты дома. Легендарный снайпер прошел путь от Старой Руссы до Германии. Стать одним из лучших снайперов Великой Отечественной ему помог опыт предков. Ведь все венки – знатные охотники. Твердую руку и острый глаз снайпер передал своей внучатой племяннице, знаменитой спортсменке Степаниде Артахиновой, бронзовому призеру 14-х летних паралимпийских игр многократной чемпионке России. Иван Кульбертинов дважды был представлен в звании Героя Советского Союза. Был награжден медалями за отвагу, за боевые заслуги, орденами Красного Знамени, Отечественной войны, 1-й и 2-й степеней. Славы 3-й степени отмечены именной снайперской винтовкой Военного Совета Армии. Это один из лучших сыновей нашей республики. И памятник ему должен быть. Мы, конечно, безусловно, поддерживаем, и всегда об этом говорили, гражданскую инициативу по сбору средств. Но я думаю, что и государство наше, оно сделает все, чтобы памятник был очень хороший. Монумент планируют установить к 9 мая 2018 года. Сбор средств продлится до конца декабря. Памятник будет олицетворением мужества и героизма всех солдат-якутян, воевавших в Великой Отечественной войне. Царглана Федорова, Василий Слепцов, Георгий Григорьев, Якутия. День за днем.